Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Это те, которые выпали прошлой ночью. Пока их было 1250. А эти сегодняшние, без счета. Маленькая церковь в центре Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, оповестила о появлении тысячи драгоценных камней в храме. Откуда они пришли? Реальны ли они? И где они появляются вообще? Настолько удивительные события не были широко распространены в новостях. Кроме христианских СМИ, никто не считает нужным упоминать об этих событиях вообще. Пастор из этой церкви, Денис, человек с богатой историей. В 16 лет я принял Христа как моего личного спасителя. В 12 лет я был гомосексуалистом и профессиональным трансвеститом. Но сегодня я хочу поблагодарить Бога за мое освобождение и изменение. За то, что Он сделал в моей жизни. И за эти 32 года, что я служу. Одна из причин, почему пастор Денис верит в эти камни или сверхъестественные проявления, это то, что эта церковь посвятила себя поклонению и прославлению Бога. Эти драгоценности начали появляться 3 года назад. Денис стал пастором Дома Восстановления и Милостей. Эти 3 года у нас были сверхъестественные проявления, такие как текущий элей, появление золота, серебра, сапфиров, тапазов, рубинов и изумрудов. Бог послал ангела драгоценных камней, и поэтому у нас есть проявление бриллиантов. Это просто что-то. Это реально благословение. И это просто восхитительно. Мы удивляемся каждый раз. Пастор Денис радуется, как ребенок. В этой церкви происходят физические исцеления, сверхъестественные исцеления и чудеса. И все это Бог делает, чтобы прославить свое имя, чтобы воздать Ему хвалу и сказать многим людям с разных мест, нациям, что наш Бог реальный и истинный, и что времена чудес не прошли. Библия говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И в этом я верю. Первое сверхъестественное появление в Доме Восстановлений было таинственное появление елея на стенах и потолке церкви. Несколько месяцев назад елей неожиданно стал изливаться из Библии с левого края. Первый раз, когда елей проявился на Библии, он имел запах розы, который означает аромат крови Иисуса. Он остановился на две или три недели. После этого елей стал течь с запахом нарда. Он изготавливается из травянистого растения семейства валерьяновых, смесистым и пахучим корневищем и мелкими цветками. Это ароматическое вещество добывается из такого растения. И вся пыль с Библии стала исчезать, и появился жемчужный цвет. Жемчужный цвет обозначает приготовление к служению. И оно перестало течь на месяц. Пастор из Панамы позвал меня и сказал, «Придет елей с новым ароматом, и он будет обозначать новое значение». Этот елей будет использоваться для физического очищения. Затем елей будет течь с запахом мира. Это будет обозначать сложности служения, и это то, что течет до сегодняшнего дня. Несколько месяцев назад церковь была на молитвенном служении. Она ходатайствовала за год. И одна женщина увидела у меня на спине что-то сверкающее и белое. Она взяла это и вышла в туалет. Она направила на него свет и увидела, что у нее в руках бриллиант. И она стала плакать, плакать, плакать и восклицать. Затем они стали падать в разное время. Иногда один, иногда два, иногда десять, одиннадцать, двенадцать, тридцать пять, пятьдесят. Ну, это зависит от поклонения людей в церкви. Этот белый камень упал на голову мужчине, когда мы молимся. Посмотрите на размер этого камня. Те камни, которые мы видим, отличаются по качеству, огранке, прозрачности и яркости. Вот этот большой камень. Ювелирные эксперты смотрели его, изучали. И они сказали, что огранка камней идеальна. Они не могут дать им цены. Он смотрел через инструмент, похожий на ручку, у которой была линза. И он положил его туда, и оно показало одиннадцать с половиной процентов. И он спросил меня, где я нашел это? Потому что такого процентного содержания бриллианта не существует на земле. В книге Исход Библия говорит нам, что высшие священники были одеты в одежду, украшенную двенадцатью драгоценными камнями. Посмотрите на эти. Они, очевидно, упали на пол. Это двенадцать камней, которые могли позволить себе в Израиле. Это бриллиантовая пыль. Это следы одного ангела. Он высокий, почти семь или восемь футов в длину. Тут елей на ковре. Когда ангел пришел, он оставил мокрые следы от елея и алмазной пыли. Страницы Библии всегда открыты на конце псалмов и начале притчи. Эта церковь верит, что Бог будет продолжать проявлять свои чудеса. Свои чудеса и большую славу. Пастор Денис сказал, что ему было обещано получить рубин с размером в мяч для гольфа. Все эти камни продолжают падать и елей продолжает течь. Бог будет продолжать изливать свою славу на церковь в Пуэрто-Рико. Он показывает себя как сверхъестественного Бога. И мир откроет свои глаза, чтобы увидеть это. Помните, что сверхъестественный Бог обитает среди словословия своего народа. Бог отречет. юг. В СССР. по-течественному Богу сверхъестественным Богу, верх-чет. это с Proteх.